Вторая часть статьи Александра Халдея за 7 августа 2020 года для Регнум. Хельсинки-1 и Белорусские выборы. Разные сюжеты на одну тему. В условиях расколотых элит невозможно формирование единого идеологического вектора для генерации энергии общества. Народ не верит в будущее, скептичен к настоящему, и потому российская элита во внешней политике всегда в оборонительной позиции. Как известно, оборонные войны не выигрываются, и потому путь от Хельсинки-1 к Хельсинки-2 усеян поражениями России на постсоветском пространстве. Крымская весна в этом процессе исключение, которое лишь высвечивает суть. Нельзя сказать, что России ничего не удается. На Ближнем Востоке Россия проявила способность к эффективной политике, но это потому, что там нет сферы интересов и влияния той группы российской элиты, которая курирует Европу и СНГ. Кроме того, Ближний Восток – это сфера нефти, а нефть – это сфера кормления мощного корпуса российской офшорной аристократии, которая находится с Западом в сложных и запутанных отношениях. Здесь столкнулись интересы борьбы за кормовую базу, и потом на Ближнем Востоке оппортуническая стратегия украинского и белорусского кейсов невозможна. Однако крымский процесс оказался этой элитой успешно заблокирован и остановлен. Западу от лица этой группы подается серия сигналов о том, что ничего подобного больше не случится. Однако Запад верит не обещаниям, а возможностям. А возможности у России, несмотря на сбои кризиса и пандемии, в целом нарастают. Одним из показателей роста этих возможностей стала паника американского истеблишмента по поводу так называемого российского вмешательства в американские выборы. Работа в пространстве американских соцсетей оказалась так успешна, что за ней видят вмешательство России. Не важно, имеет оно место в реальности или нет, а важно то, что США уязвимы к применению против них их же технологии влияния. И в этом контексте они занялись осмыслением российской внешней политики и возможностей ее блокирования. Хельсинки-1 и белорусский выбор, несмотря на видимую разницу сюжетов, имеют одно содержание. Это отражение процессов эволюции позднесоветской политической элиты. Именно потому так похожи мотивации и поступки всех элит на пространстве СНГ. Страны разделились, но элиты остались идентичными. И именно здесь лежат не только предпосылки к дезинтеграции постсоветского пространства, но и ключ к его реинтеграции. На определенном этапе эволюции правящего класса, прежде всего российского, это станет возможно. И тогда страхи американских политических экспертов обретут реальные основания. Однако поделать с этим они мало что смогут, так как процессы эволюции больших систем объективно и принципиально не поддаются субъективным коррекциям. Это была вторая часть статьи Александра Халдея для Регнума за 7 августа 2020 года. Хельсинки. Один и белорусские выборы. Разные сюжеты на одну тему. Продолжение следует...